Приветствую вас и если вы интересуетесь просто из любопытства, то можно сказать, что да, человек может действительно вас любить, человек действительно может вас помнить, человек действительно до сих пор, вероятно, не может вас забыть и, собственно, до сих пор испытывает определенные переживания относительно вас. Связано это со многими моментами, связано это со многими вещами, это может быть и просто детская любовь, любовь, потому что, ну, вы писали, что вы писали, что у вас были отношения с ним, когда вам было обоим не так много лет, соответственно, очень может быть, что он до сих пор вас помнит, до сих пор неровно к вам дышит и, в общем-то, может быть, до сих пор хочет с вами быть. Может быть, он уже любит не совсем вас, может быть, это всего лишь, как бы, образ его, который у него есть, этот образ вас, который у него сформирован, и, который, собственно, мужчина любит и, как бы, до сих пор тешит в себя надеждой, что у вас с ним еще, там, например, не все потеряно, да, и так далее. Может быть, мужчина просто в силу своего возраста, в силу своего детрамента и типа личности он такой вот, что однолюб, такое, в принципе, точно бывает, и, ну, ничего удивительного в этом нет. Бывает так, что разные люди по-разному реагируют на чьи или иные события в их жизни, например, вы смогли жить дальше, а он не смог этого сделать и до сих пор помнит вас. Главное, чтобы вы в этой ситуации прислушивались к себе, чтобы вы отдавали себе, именно себе, отсчет в том, чего вы хотите, если молодой человек вам действительно не интересен, если молодой человек действительно не вызывает у вас никаких чувств и вы хотите с ним быть, то лучше вам, как вы правильно сделали, не напоминать о себе, а просто-напросто позволить ему жить дальше и позволить ему, например, забыть вас. Конечно, есть еще один возможный вариант решения данной ситуации, это если вы, например, встретитесь и попробуйте еще раз поговорить, попробуйте еще раз как-то обсудить то, что с вами произошло, и, может быть, тогда молодой человек либо поймет, что вы уже совсем другая и что вы совсем не та, кого он, например, когда-то любил, или, может быть, он получит подтверждение от того, что вы действительно все еще та самая. То есть, отвечая на ваш вопрос в узком смысле, да, он может вас любить, в этом нет ничего такого необычного, потому что, ну, как я уже сказал, что люди могут по-разному воспринимать и людей вокруг них и, собственно, отношения, так что все вполне возможно, совершенно. Вот. Вам нужно ориентироваться на то, чего хотите вы, да, то есть, если вы сейчас, например, находитесь без молодого человека или если он вам понравился после того, как вы его увидели, то попробуйте с ним как-то встретиться, может быть, у вас это получится. Если же чувств никаких у вас к нему нет и не появилось даже, то тогда, конечно, лучше, наверное, даже будет не трогать его, потому что вполне вероятно, что вы только разбередите его рану, которая, знаете как, если не затягивается данный момент, то хотя бы уже меньше его беспокоит, чем раньше. То есть все зависит исключительно от того, чего вы сами хотите. А так любовь, особенно если она настоящая, она может быть очень долго, правда у меня есть сильные сомнения относительно того, почему мужчина так долго о вас помнит. То есть, знаете, его страдания, они больше похожи на синдром незавершенного действия, с точки зрения психологии, конечно, они больше похожи на зависимость его поведения, я имею ввиду, чем на какую-то такую действительно настоящую любовь. Потому что, ну, если бы мужчина, как бы, действительно испытывал бы к вам что-то, то, на мой взгляд, он бы, знаете, он бы был просто счастлив, что у вас, например, все хорошо. По реакции мужчины, по тому, что вы нам, ну, потому что вы нам написали, нельзя сделать такой вывод о том, что он счастлив, что у вас все хорошо, а напротив он страдает. Так вот, страдания это и есть, к сожалению, то, что является самым скверным в этой ситуации, потому что страдать, именно страдать, мужчины, наверное, не должны, просто потому что это путь в никуда. И если так, то вам тем более не стоит напоминать мужчине о себе, еще неизвестно, как он отреагирует на вас. Если дело в том, что вы, например, испытываете, ну, допустим, допустим, испытываете чувство вины, то виноватность чувствовать вам себя совершенно не за что. Вы поступили правильно, то есть, если мужчина вам не нравился, то вы, соответственно, ему об этом и сказали. И вот я думаю, что это как раз таки то, что по отношению к мужчине было, ну, как минимум правильно, как минимум верно, уважительно и вообще говоря, по-взрослому. Если он этого не осознал, то это, опять же, его проблемы, но ни в коем случае не ваше. Вот, я думаю, что именно так можно ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы остались, пишите в личку «Помогу», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!